Грузия, по примеру, многих стран ввела зеленые паспорта. В стране, где полностью вакцинировано чуть больше 30% населения, сейчас довольно сложная эпидемиологическая ситуация. Ежедневно ковид там выявляется у 5000 человек, умирает до 70 пациентов за сутки. Власти давно планировали создать зеленые безопасные зоны, и вот теперь в Грузии вступили в силу новые правила. Юлия Тужилкина с подробностями. Кинотеатры, театры, музеи, фитнес- и спа-центры, отели и объекты питания, а также канатные дороги на зимних курортах теперь будут работать по-новому. Но параллельно с этим правительство увеличило количество присутствующих на спектаклях в учреждениях культуры и разрешило круглосуточно работать рестораном. Большинство ресторанов поддерживают создание зеленой зоны, но некоторые владельцы против, так как считают это нарушением прав человека. На мой взгляд, это один из удачных способов поддержания безопасности, благодаря которому можно исправить ситуацию с ковидом, так как сейчас мы все ходим по кругу. К сожалению, только 34% населения страны привиты, и в связи с этим на первом этапе посетителей у нас будет меньше, особенно в регионах, так как там мало вакцинированных. А при отсутствии в общественных местах у гостей зеленого паспорта выпишут штраф, причем не посетителю, а учреждению. От 600 до 3000 долларов. После повторного нарушения объект опечатают. Ну а жители Грузии, понимая, что пятая волна пандемии никак не идет на спад, довольно лояльны к новым правилам. Общественные места приходится, конечно, посещать. Насчет зеленых паспортов немножко трудно сказать, должны они бить или нет. Но то, что вакцинацию должны делать все, вот это точно. Абсолютно все должны сделать вакцинацию, иначе с коронавирусом борьба никогда не закончится. Зеленый паспорт получит вакцинированные дважды, либо переболевшие спустя 14 дней после официального подтверждения коронавируса и выздоровления. Зеленый статус может быть и краткосрочным, трехдневным после отрицательного ПЦР-теста и суточным после теста на антитела. Я очень социальный человек. Несмотря на то, что сейчас происходит в Грузии, и очень многие не согласны, мне кажется, в 21 веке надо идти вперед и думать о будущем. Примечательно, что в Грузии будет целых два ковид-паспорта. Внутренний, зеленый, бессрочный и внешний для путешествий за границу сроком на полгода. Ну а всем, у кого нет внутренних паспортов, в стране теперь доступен только общественный транспорт и магазины.